Тема номер один. На ведущем предприятии города прошел семинар-совещание. Я могу с уверенностью сказать, это достойный агрегат. Где производят качественную технику. Проекты будущего. В Бобруске избран председателем молодежного парламента. Я была впечатлена многими программами. Что предлагают юные депутаты. Умыкнул без усилий. Могилевчанка забыла сумку с имуществом. Какой сумму недосчиталась девушка. А также активная пассивная, зарыбление угодий и дополнительные изменения. В Минфине рассказали о новациях закона по предпринимательской деятельности. В чем суть? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Вчеренко. 25 апреля – второй день Всебелорусского народного собрания седьмого созыва. В повестке дня заседания вопросы об утверждении концепции национальной безопасности и военной доктрины. Виталий Гаврусев продолжит тему. Концепция национальной безопасности и военной доктрины – основополагающие документы, регламентирующие подходы государства к обеспечению собственной безопасности в различных сферах, с учетом геополитических изменений в мире, применение военной силы в рамках реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы. Над концепцией национальной безопасности работали не только ведущие эксперты и профессионалы в сфере безопасности, но и представители гражданского общества, неравнодушные граждане. Мы вынесли эти документы на обсуждение белорусского народа. Все, кому небезразлично будущее страны, могли ознакомиться с текстом документа и поучаствовать в дискуссиях, внести конкретные предложения по его дополнению. Документ существенно расширен и дополнен, приведены в соответствии с современными достижениями науки, учтены новации в сфере социальных наук и дополнения, закрепленные в Конституции страны, в части содержания политической, экономической, социальной, демографической и научно-технической безопасности. Поступившие конкретные замечания внимательно изучены и учтены в тексте документа. Итоговый доработанный вариант согласован и одобрен всеми членами Совета безопасности. В целом, в ходе работы документ обновился более чем на 70%. Расширен перечень сфер национальной безопасности путем выделения биологической в отдельное направление, что отражает опыт ведения современных войн и вооруженных конфликтов и тенденции военного искусства. В результате комплексной проработки вопросов биобезопасности, биологическая безопасность в документе образовала самостоятельную сферу, с учетом всех мировых сдвигов, которые вызывают современные биологические угрозы. Следует учитывать, что события вокруг специальной военной операции в Украине усилили интенсивность обсуждения вопросов о биологическом оружии и рисках функционирования западных биолабораторий подсоветских странах. Поэтому комплексные вопросы обеспечения биологической безопасности внесены в соответствующие разделы проекта «Концепция». Таким образом, сфер безопасности в новом документе стало уже девять. Беларусь в очередной раз заявляет всем государствам, что ни к кому не имеет претензий, готова со всеми выстраивать мирный и равноправный диалог, но не потерпит силового диктата. Мы не хотим войны. Знаете, я человек деревенский, выросший на природе. Я вот часто, бывая на местах в Беларуси, да и живу в деревне, в лес выезжаю, там пригорок такой, горка, и смотрю на нашу землю. И думаю, ну что надо людям еще? Что надо, чтобы как в Украине сидеть в этой грязи, неумытыми, грязными? И наша молодежь должна понимать, что не дай Бог война, вы, я и молодежь, мы будем первыми там, на линии огня. Надо мирно жить, развиваться, особенно с таким соседом, как Беларусь. Мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, не будем воевать. Что касается новой военной доктрины, актуальные положения остались неизменными. Сохранен ее оборонительный характер. Товарищ президент Республики Беларусь, уважаемые делегаты Всебелорусского собрания, представленное рассмотрение проекта военной доктрины отражает согласованную позицию всех государственных органов по вопросам обеспечения военной безопасности нашей страны. Он соответствует Конституции и взятым Республикой Беларусь международным обязательствам. По нашей оценке, новая военная доктрина позволит планировать и реализовывать комплекс своевременных мер по недопущению развязывания военных конфликтов, осуществлению подготовки к обороне, а при необходимости обеспечивать надежную вооруженную защиту нашего государства. Во-вторых, продемонстрировать международному сообществу миролюбивую политику и отсутствие враждебности кому-либо, одновременно четко обозначить нашу готовность задействовать весь потенциал военной организации государства для обеспечения военной безопасности, в том числе превентивно. Оба основополагающих документа были одобрены Советом безопасности в феврале 24-го, в соответствии с Конституцией страны, вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания. Их принятие на ВНС – ответ на геополитические изменения в мире, новые вызовы и угрозы. Уважаемые делегаты, и концепция национальной безопасности, и военная доктрина Беларуси – повторю, важнейшие документы стратегического планирования. А стратегические вопросы сегодня в компетенции не только президента, но и важнейшие Всебелорусского народного собрания. Поэтому я вас очень прошу внимательно отнестись к той информации, которую я вам представил, и более конкретную, которую представят здесь руководители трех силовых ведомств. Решать сложные задачи, изложенные в концепции и доктрине нам. Потому что, как мы говорили, время выбрало нас. Напомним, накануне ВНС избрала своего председателя, им стал действующий глава государства Александр Лукашенко, его заместителем Александр Косинец. Также был избран состав президиума, и принято решение по ряду оргвопросов. Виталий Гаврусев, Константин Шевцов, Бобруйск, 360. В дежурную службу милиции областного центра обратилась 21-летняя местная жительница с заявлением о краже. Девушка пояснила, у нее исчезла женская сумка с имуществом на общую сумму 1000 рублей. Проведя расследование, стражи порядка выяснили, садясь ночью в такси вблизи одного из баров города, могилевчанка оставила свои кровные без присмотра и уехала без них. Проходящий мимо 25-летний ранее несудимый молодой человек обратил внимание на вещь и забрал ее с собой. Похищенное, изъято и возвращено владелице. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. На колесах новации законодательства и продуктивное партнерство. Китайские производители бытовой техники, электроприборов и оборудования заинтересованы в реализации своей продукции на белорусской универсальной товарной бирже. Какие плюсы? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Минфине рассказали о новациях закона по предпринимательской деятельности. Так, с 1 октября 2024 регистрация ИП будет осуществляться только в отношении видов деятельности, определенных правительством. Помимо этого, установлено обязательное участие индивидуальных предпринимателей в системе государственного социального страхования. Изменения затронут и финансовую поддержку малого и среднего бизнеса со стороны государства. За 2023 в Беларуси в два раза увеличилось количество легковых автомобилей. В личной собственности граждан при этом находится порядка 83% от общего числа. Помимо этого, наблюдается рост электрозарядочных станций. Если на начало 2024 насчитывалось 1050 колонок, то к 1 апреля их стало больше на сотню. Это говорит о востребованности электрокаров среди населения. Китайские производители бытовой техники, электроприборов и оборудования заинтересованы в реализации своей продукции на площадке промышленных потребительских товаров Белорусской универсальной товарной биржи. Рассматривается не только экспорт в Синеокую, но и заключение транзитных сделок с компаниями из третьих стран. Ведутся предметные переговоры с рядом крупных производителей осветительных приборов, видеооборудования, спецтехники и электроники. Сахарная свекла в Беларуси посеяна на порядке 86 тысяч гектаров площадей. ИРВ и культуры засеяны на 40% от плана. Прогресс с зерновыми и зернобобовыми около 90%. Цели по кукурузе и картофелю приблизились к 12% от всего объема. Однолетние травы и лен перешагнули отметку в половину от запланированного. Национальный парк Брославские озера провел весеннее зарыбление своих угодий. Разновозрастный серебряный карась в количестве около 5000 штук был выпущен в озеро Дубра. Три сотни годовика карпа пополнили саванар. Более полутора миллионов молодей щуки запущены в водоемы Древяты, Недрова, Рака и Плутинок. При проведении мероприятий использовались средства, полученные от реализации путевок на платную рыбалку. Дан зеленый свет. В Бобруске прошло первое заседание молодежного парламента 5-го созыва при Бобруском горсовете депутатов. В актовом зале 34-й школы собрались самые активные юные бобручане. В составе молодежного парламента 64 представители, учащиеся, работающие молодежи, учреждения образования, предприятия города, общественных организаций. 10 кандидатов представили свои программы, озвучили идеи, реализации которых сделает любимый город краше и лучшее. Каждая презентация была насыщена планами, амбициями. По результатам открытого голосования председателем стала Виктория Ажгихина, специалист Беларуси резинотехника. Честно, я ожидала. Я люблю добиваться успехов. И вот я знала, куда я иду, и я знала, что я с этим справлюсь. Но правда, да, вот когда именно назвали мою фамилию, имя, у меня было волнение, потому что, ну, как-то все равно приятно очень. Наблюдая весь процесс, я хочу сказать, что наши, наша молодежь представляет собой действительно креативных, действительно творческих, действительно способных людей. В целом, весь процесс принес мне действительно много эмоций. Я была впечатлена многими программами наших, своих уже коллег. Наш совет будет работать на улучшение благосостояния молодежи в нашем городе. В наш совет входят талантливые, креативные ребята. Также наша молодежь является самой по себе талантливой, и мы будем делать все для того, чтобы она получала развитие и поддержку со стороны местных властей. Впереди у депутатов плодотворная, интересная работа. В их руках не только настоящие, но и будущее миллионов юношей и девушек. Молодежный парламент дарит уникальную возможность и ресурсы для реализации проектов в самых различных направлениях. Глядя на горячие глаза, любовь молодого поколения к своей стране, сомнений нет. Будущее Беларуси в надежных руках. Несмотря на юный возраст, ребята готовы воплощать в реальность серьезные задумки. Например, обустройство новой экотропы, букроссинг, создание воркаут-площадок. И словом, и делом. В городе Новберезине прошел семинар-совещание по вопросам подготовки кормоуборочной техники к заготовке кормов 2024-го. Местом для важного диалога стал Бобруск-Агромаш. В нюансы зеленой темы погрузилась Елизавета Липеева. Техническое оснащение – гарант успеха сельского хозяйства от качества оборудования напрямую зависит и результат работы в полях. На совещании специалисты со всех уголков страны обсуждают актуальные вопросы. Подготовка кормоуборочной техники, обеспечение запасными частями сервисное обслуживание. То сотрудничество, которое организовано между Министерством промышленности и Министерством сельского хозяйства Бобруск-Агромаш, найдет свое отражение в качестве выпускаемой сельскохозяйственной техники для уборки кормов. Мы отслеживаем тенденции и видим, в какую сторону идет развитие западноевропейских сельхозмашиностроителей и стараемся выбирать для себя наиболее простые, доступные и в то же время эффективные варианты конструкции типа машины. Увидеть своими глазами для участников совещания проводят экскурсию по предприятию, знакомят с техническими мощностями. За почти полвека в арсенале у Бобруска-Громаша колоссальный опыт в сфере производства и реализации продукции для аграрного комплекса. Кроме того, мы в области впервые испытали и активно начинаем использовать это сиелки Березина 9600. Я могу с уверенностью сказать, это достойный агрегат, который может работать с сельхозорганизацией. Ну и линейка техники, которая изначально выпускается и выпускается Бобруска-Громашем, она востребована, она используется, она по ценовому фактору одна из привлекательных цен. Железные помощники для сельского хозяйства. На масштабной демонстрации техники порядка 45 машин. Всего в ассортименте у Бобруска-Громаша более 120 наименований. Во время экскурса проходит активное обсуждение организации производства новинок. Центр научно-технических разработок – настоящая гордость компании, всегда готов отвечать запросам времени. Мы представили сегодня такие косилки, как КДН-9. Это наша прямо-таки новинка, которая идет только второй год у нас еще в разработке находится. Представили новый пресс-подборщик ПРФ-145 США, который формирует рулоны сеной соломы с обмоткой сеткой. Считаем очень, по повышению производительности, это очень хорошее решение. Держать марку Бобруска-Громаш – одно из ведущих предприятий города. Компания уверена о себе, заявляет не только в каждом уголке с сеной окой, но и на международной арене. «Зеленая техника» демонстрирует качество белорусской продукции более чем в 50 странах мира. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруск-360. Парад талантов. В Бобруске подвели итоги конкурса «Спасатели глазами детей». Участие приняли более 300 ребят от 7 до 17 лет. Рисунки, комиксы, поделки, сказки, стихи, дети – всеми возможными способами постарались показать знания в вопросах безопасности и важность профессии спасателя. Актовый зал пожарной-аварийно-спасательной части собрал десятки зрителей. Наградили 75 самых талантливых и креативных. «Мы сегодня, конечно же, увидим и лучших, с одной стороны, но с другой стороны, то есть возможность ребятам пообщаться в нашем подразделении, еще раз посетить пожарную-аварийно-спасательную часть, самую старую часть города Бобруска. Ну а у нас всегда будут для них сладкие призы». Кроме того, подвели итоги Олимпиады по ОБЖ «Школа безопасности». Интеллектуальный конкурс проводится ежегодно. Один из этапов, например, направлен на то, как нужно действовать в непредвиденных ситуациях – при землетрясении, пожаре в лесу и даже при сходе лавины. Беглым нынче не позавидуешь. Чем завершится нытье в социальных сетях? Реальность оказалась суровой. Суть одного окна по-европейски. Или это очередная попытка отмывания денег? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok